Так, ну что, девочки, отвечу я, наверное, на вопросы. Я в Инстаграм выкладывала фотографии и просила вас задавать мне вопросы. Вот вы задали мне, я взяла ребенка планшет. Здесь у меня Инстаграм дублируется, поэтому сейчас я буду читать вопросики и отвечать вам. Ну, здесь 36 вопросов, ну это, ну вообще 36 комментариев, но вопросов, наверное, меньше. Вот так. После выздоровления ты вернешься на YouTube. Твоя любимая песня, книга, фильм. Конечно, я не собиралась оттуда уходить. Я сейчас с вами и во время выздоровления буду, и после обязательно тоже буду, поэтому вы от меня не избавитесь. Любимая песня, книга, фильм. Ну, песня у меня... Ой, Диана Гурцкая про сыночка. По-моему, Диана Гурцкая очень... Я вот после рождения сына, я вот, наверное, месяца три подряд слушала эту песню постоянно на повторе. Потом какая-то про сыночка очень хорошая песня. Книга, книга «До встречи с тобой» очень жизненная, очень такая вот как-то заставляет задуматься. Джо Джо Моэс. Я обожаю вообще ее книги. Вот собираюсь последнюю прочитать. Какая поза для сна самая удобная для тебя еще до операции? Я всегда, всегда спала на левом боку. И сейчас, кстати, очень хорошо, что у меня раненая правая сторона, потому что я на правой не могу. У меня там желчный, он пережимается, у меня перегиб желчного, и у меня начинает тошнить. То есть, ну, дискомфорт, когда я сплю на правой стороне. Поэтому на левой стороне я всегда сплю, поджимаю ножки под себя и вот подушечку тоже под ухо обычную. На спине я спать не могу. Вот для меня это пытка сейчас, например. Я не всегда могу спать на боку. Я могу спать на боку, поэтому на спине для меня это сейчас пытка спать. Дальше, расскажи, как тебе удалось так похудеть, как ты питаешься, поддерживаешь ли правильное питание. Я не худела никогда. То есть, я занималась спортом просто для поддержания тонуса, но не для того, чтобы похудеть. Я за беременность набрала 9 кг после родов, я сбросила 4 кг, а осталось у меня лишних 5 кг. Я не считаю, что они лишние, правда, но для моего идеального веса, то есть, я всегда хотела весить 50 кг. Но не путем похудения, а путем поддержания себя в форме. То есть, ну, в общем, питаюсь я абсолютно неправильно. Сейчас, наверное, вот во время химиотерапии придется питаться очень хорошо и очень правильно, потому что от этого зависит восстановление между курсами. И придется вот кушать все отварное, нельзя свежие фрукты, свежие овощи, которые раздражают кишечник. Поэтому сейчас я неправильно абсолютно питаюсь. И как мне удалось так похудеть? Ну, это все мои нервы, переживания и тому подобное. Поэтому ни в коем случае так не худейте. Расскажи про гель-лаки, какими пользуешься, как делаешь, как долго носишь, как снимаешь свое впечатление. Давайте расскажу отдельно в видео, наверное, о гель-лаках. У меня есть такое видео уже, как я делаю маникюр и какими гель-лаками. Но это сейчас будет очень долго. У меня они там в чемоданчике лежат, поэтому в отдельном видео расскажу. О своей профессии расскажи. Я училась на визажиста-стилиста, отучилась я три года и бросила, потому что я не видела, даже на третьем курсе, когда я заканчивала третий курс, я не видела дальнейших шагов. Вот в курсе, нас за первые два курса научили всему, чему можно. На третьем курсе мы ничего нового не узнали. То есть такие базовые какие-то предметы, история, искусство. То есть мне это не особо интересно было, поэтому я не продолжила обучаться. Работала я всегда продавцом-консультантом в разных сферах, в косметике, в одежде. Чаще косметику я продавала, потому что я училась на этом. Расскажи, как познакомилась с мужем, тоже где-то видео есть. Расскажи о планах на ближайшее и не совсем будущее, абстрагируясь от болезни. Потому что она обязательно уйдет, и ты будешь здоровая и счастлива. Спасибо большое. Я хочу еще девочку родить, хочу заниматься детками, хочу все свое время посвящать ребенку. Я считаю, что лет до пяти точно нужно заниматься ребенком. Может быть, я буду отдавать в садик, но сейчас очень много всяких таких нехороших случаев, связанных со школами и садиками. Поэтому я не знаю, буду ли я отдавать ребенка в садик. Может, года в три, до трех точно я давать не буду. Буду заниматься, хочу развивать их, обучать и вообще посвящать все свое время детям. Обязательно лет через пять-шесть хочу родить второго ребенка, девочку, дочку. Поэтому все мое будущее связано с детьми и с семьей. Кем бы ты хотела работать? Не хотела бы в будущем заняться танцами и вообще любишь танцевать? Танцевать не люблю, не умею. Ходила шесть лет на танцы, но это было в глубоком детстве. То есть где-то с семи лет, наверное, и до одиннадцати я занималась танцами. Танцами народными, классическими, бальными и спортивными. Какими только танцами я не занималась. Не хочу дальше заниматься, потому что мне нельзя будет. И кем бы ты хотела работать? Не знаю. Я бы хотела работать, может быть, помощником какого-то директора. Не знаю. Ну, мне нравится в офисе работать. У меня последняя работа была связана с документацией. Я вела отчеты поступления товара и возврат. И, в общем, вот такое вот все. В 1С и XL. Мне понравилось. Я вот забеременела, поэтому пришлось уйти. А так бы я работала с удовольствием. Мне нравится это волокита с документами. Я быстро во все вникаю, быстро обучаюсь. Поэтому я бы хотела, может быть, работать в сфере офисной где-то. Как ты рассказала мужу и родителям о своей болезни, их реакции? Ну, как я рассказала. Я с мужем ездила на обследование. Он был рядом. И когда мне сказали, что у меня рак, это первая клиника была, институт рака, я вышла просто в слезах, в ступоре и сказала, что у меня рак. Просто одно слово мужу сказала рак. Уткнулась ему в грудь, выплакалась. И 2 часа ходила в пространстве, пока сидели, ждали очередь к маммологу. Ну, а родителям я старалась не говорить. У меня папа пережил серьезную операцию на сердце. Мы меняли клапан. Он очень переживал вообще, что у меня что-то беспокоит. А когда начались обследования, ну, когда мне точно сказали, что у меня рак, это уже после биопсии, уже в середине обследования, я сказала папе, говорю, да, так и так, что это на самом деле злокачественная опухоль, потому что я переживала, как он воспримет. Нельзя переживать. Ему буквально полтора года назад была операция на сердце, поэтому тяжело переживает. Мамочка очень переживает. Папа тоже переживает. Вот ходит постоянно, вот когда на перевязки, на анализы, когда в больнице лежала, по два-три раза звонила, спрашивала, как я себя чувствую, все ли нормально. Поэтому как они могли воспринять? Понятное дело, что переживали, расстроились. И, ну, обещают мне, что мы это все переживем. Я им обещаюсь. Честно, больше я их успокаиваю, чем они меня. Ты говорила, что кормила грудью полтора месяца. Что говорят врачи? Не это ли стало причиной развития болезни были у тебя лактостазы? Я кормила полтора месяца грудью, резко отменила застой молока. Ну, вот сбор кальцината, скорее всего, может быть, это и повлияло на то, что я не сцеживалась, на то, что был застой молока, и вот в протоках осталось молоко, и вот образовались кальцинаты. Кальцинаты перерастают в одну единую опухоль, сначала в неинвазивную, потом уже в инвазивную, как в моем случае было. Поэтому обязательно следите за тем, как вы заканчиваете грудное вскармливание, например. Ну, обязательно следите вообще за своим здоровьем и за грудью в том числе. Так, вы с родителями живете или с мужем и сыночком? Мы живем с моими родителями, все время мы живем. Уже сколько это, 9 лет мы живем здесь. Полгода мы жили отдельно, и вот именно в эти полгода у нас получилось зачать ребеночка, поэтому мне было сложно. одно, и мы переехали обратно. Ну, еще кое-какие обстоятельства заставили нас вернуться. Так бы, я думаю, мы бы жили и дальше отдельно вдвоем. Вопрос. А у тебя в семье был у кого-то рак? Или ты первая? Как изменилась ты после диагноза? Ты умничка. Спасибо большое. Рак у меня у дедушки был, рак горла, но он давно-давно был, и он умер именно не от этого. Ну, я, по ходу, первая. Да, в нашей семье я первая, вот не считая дедушки. У дедушки рак горла был. Он в 82-м году, по-моему, нашел его, так он как-то не лечил его особо. И умер в 77 лет, поэтому не от рака он умер точно. Как я изменилась после диагноза? Не знаю, ценить начала больше все, уделять внимание малышу, постоянно проводить с ним время, постоянно. Ну, я как-то, знаете, стала жить одним днем, потому что реально никогда в жизни не могла подумать, что меня это коснется, и как-то вот придется жить с таким диагнозом и бороться за жизнь именно в таком раннем возрасте. Тем более, когда тебе 27, ты только родила ребеночка, у тебя только жизнь начинается, можно сказать, а жизнь тебя ставит в такой вот ступор. Ну, я руки не опускаю, изменилась очень сильно. После химии, говорят, вообще меняется человек, мировоззрение, человек сам вообще полностью меняется. Поэтому будем смотреть и ждать. Ну, начала оценить больше, конечно же, и призывать всех заботиться о себе и о своем здоровье. Так, любимая еда твоего сыночка? Кушает ли еще ночью? Любимая, он обожает суп с мясом. Я перебиваю его на блендере, он обожает просто. Я ему фрукты перебиваю на блендере, делаю там яблочко, банан, хурму добавляю, или там, не знаю, еще что-то, какие-то фрукты. Он, когда видит, что это какая-то жира, он думает, что это суп, он берет такой довольный, уже прям слюну сглатывает перед тем, как я ему даю первую ложку. Когда он распробует, что это сладкое, он отказывается дальше. И вот в надежде на то, что это суп, он прям рвется его кушать. Поэтому у нас суп с телятиной и с индюшиным или куриным филе. Я перебиваю все вместе, я варю бульон из мяса, добавляю туда картошку, морковку, кабачок и цветную капусту. И перебиваю все на блендере, он обожает это просто. Два-три раза в день кушает суп. Ночью, если просыпается один раз, или в три часа ночи, или в шесть утра он просыпается, мы его кормим, и он засыпает, досыпает дальше. В какой больнице ты лежала, посоветовала бы ее другим? Я лежала в инновации. В инновацию я попала, наверное, не случайно. Потому что я все же верю, что меня отвело от этого онкоцентра. Хорошие специалисты, но мой опыт привел к тому, что я больше не доверяю ему, и, наверное, больше бы не пошла никогда. Потому что инновация – это частная клиника. Частная клиника, самая, мне кажется, доступная из наших частных клиник, потому что по ценам она самая дешевая из всех, куда я звонила и где я узнавала. Посоветовала бы ее другим? Да, если есть возможность, я бы посоветовала. Уход там замечательный, палаты шикарные, врачи тоже, мне кажется, очень внимательные, хорошие и, ну, образованные, наверное. Будут ли делать химию? Да, будут химию делать. Пока сколько не знаю, и какую красную буду делать, самую токсичную. Я подписалась относительно, хотела бы узнать о тебе побольше. Расскажи видео, сколько лет, кто по образованию, кем работала, когда замуж вышла, почему стала снимать видео. Ой, так очень много вопросов. Ну, для всех, кто присоединился относительно недавно, меня зовут Кристина, мне 26 лет, вот через 3 месяца будет 27. Я живу в Украине, я из Киева, мама годоваловая сыночка, работала я продавцом-консультантом, последнее время работала в офисе. Я ушла, можно сказать, в декрет, но не официально, просто уволилась из-за того, что узнала, что беременна. По образованию я стилист-визажист, замуж вышла в 20 лет, с мужем мы уже 13 лет вместе. Почему стала снимать видео? Видео я начала снимать, когда только русский ютюб начал развиваться. То есть я 6 лет назад завела свой канал в 2010 году, перед свадьбой. Не знаю, просто, наверное, общения захотелось, поэтому любила макияж, визаж и вот училась на это, поэтому завела свой канал. И вот как-то, не знаю, до сих пор мне это нравится, я это делаю. Расскажи, сколько кошек у вас и как сейчас справляешься с Масиком? У нас три кота. Одной 7 лет, она самая старшая, мне муж ее 7 лет назад подарил на день рождения. Через год она родила пятерых котят, мы раздали их и оставили одного сыночка веслоухого. Кошка у меня британка прямоухая, а родила она пятерых котят, и мы оставили себе веслоухого мальчика. Они не дружат абсолютно, если они мимо будут проходить и зацепят друг друга, там, не знаю, дотронуться шерстью, начнется жесткая драка. И вот два года назад, даже не два, полтора года назад у нас появился третий котик. Мы когда переехали от родителей в свою квартиру, с мужем отдельно жить, мы взяли котенка из приюта. У нас сейчас он третий. Коты тоже, вот эти вот два серых британца и шотландец, с ними абсолютно, с ним не дружат. Он обычный, беспородный, черно-белый кот, зовут его Хулик. Хулик, классное имя, от слова хулиган. Как справляешься с Масиком? С Масиком сейчас справляюсь тяжело, потому что мне нельзя его не носить, особо близко подпускать, потому что он может толкнуть, может задеть грудь, а швы тоже могут разойтись. Поэтому мне мамочка очень помогает, она у меня работает утром, и утром приходит домой. Поэтому она целый день с нами помогает, когда нужно. Дальше. Стали ли меньше беспокоить панические атаки, а не следствие передозировки наркоза или последствия стресса? Панические атаки стали меньше намного, чем два с половиной года назад. Первые два года я вообще просто умирала, я не спала ночами, потому что у меня была безумная тошнота, безумная паника. Тахикардия, вегетососудистая дистония, голова окружения, задышки. Задыхалась очень часто, в общественных местах вообще не могла находиться. О том, чтобы попить что-то, то есть я физически не могла глоток воды сделать, если я, например, даже при комнате, если кто-то видит, что я пью, я не могу глотнуть. Просто задыхаюсь, мне горло сжимает, я не могу сделать глоток. Прокушать я вообще молчу. Стали они меньше после того, как я родила. После появления Максика они стали меньше, я, видимо, перестала зацикливаться на себе и на своих проблемах, занялась ребенком, потому что круглосуточно надо было заниматься ребеночком. И следствие передозировки наркоза, действительно, потому что до наркоза у меня желудок был ого-го какой, я никогда в жизни ничего не боялась, я никогда в жизни не лежала в больницах, у меня в 7 лет последний раз был бронхит и все, больше я не болела, кроме простуды, насморка и температура 2 дня. Все, больше у меня ничего не было. После второй беременности, после того, как мне делали чистку, после выкидыша, мне ввели двойную дозу наркоза, у меня отказал желчный пузырь, был огромный застой желчи, то есть я проснулась от наркоза, я попыталась покушать, то есть у меня это все нормально было, я попыталась покушать, и я не смогла покушать, потому что у меня была безумная тошнота. Я 3 раза, 3 дня после чистки лежала в больнице, в роддоме, я все 3 ночи провела в туалете, потому что мне казалось, что у меня вырылки. Круглосуточная тошнота, первые 2 месяца я по 4 дня не ела, меня папа на руках носил, то есть у меня физических сил не было, меня папа на руках носил к машине, из машины, из машины в клинику на УЗИ, то есть в себе жизненное тело, была очень жесткая депрессия, была, потому что ни глоток воды, ни глоток еды вообще я не могла сделать абсолютно, мне по 2 раза в день вызывали скорую, потому что у меня тошнота была ужасная, я обошла всех врачей, я уже в психиатрическом отделении тоже была сама, пришла, говорю, вылечите меня, потому что я уже не могу просто. Они посмотрели, сказали, что это все психосоматика, тошнота психосоматическая, и вот прописали транквилизатор и отпустили домой, я их не пила, потому что побочки жесткие от них вообще, люди по 12 лет не слазят. Я вот, ну вот как может быть, какой стресс, например, да, если вот резко на следующий день после наркоза общего это все началось, это все, естественно, общий наркоз, поэтому. Любишь ли путешествовать, где хотела бы побывать в ближайших 5 лет? Вот, не знаю, мне бы сейчас вылечиться, а там уже будем по ситуации ездить, летать, может быть, хотя мне на солнце потом вообще нельзя будет быть. Люблю ли я шопинг? Я просто обожаю шопинг. Я очень редко на нем бываю, но я просто вообще, я кайфую от того, что я что-то выбираю, смотрю. Мне даже просто смотреть, даже если нет возможности купить, я вот померить, посмотреть, присмотреться, походить, пощупать, это все вообще кайф обычный. Ну, просто класс. Вот, в принципе, все вопросики. Сделаю, наверное, два видео, потому что здесь больше 20 минут ответы, и вот надеюсь на все вопросы ответила, поэтому спасибо огромное за то, что интересовались чем-то. надеюсь, ответила на все и подробно, то есть вы поняли и получили ответ на ваш вопрос. Поэтому спасибо за внимание и пока-пока.